Удачи обоим. По углам. Александр Емельяненко против Виктора Пеште. Главное событие вечера, которое для вас прокомментирует Григорий Стангрид и Александр Камельков. Разница в весе есть небольшая. У бойцов на 8 килограммов тяжелее Александра Емельяненко. Я думаю, в день боя на все 10. Пешта. Удар справа в подбородок. Ну, вернее, скорее даже погладил по бороде Александра. Многие ожидают, что Пешта будет искать возможность перевести поединок. Партер. Да, я думаю, ожидает он активной работы в стойке от Александра Емельяненко. Известный нокаутер Александра. Слева Пешта попадает. Ну, и Емельяненко в своем стиле поддавливает соперника. Не делает лишних движений Александр. Очень комфортно он чувствует себя в стойке. Ох, справа попал Пешта и слева добавил. Пока в стойке Виктор смотрится здорово. Он хорошо контратакует. Еще попадание слева. Вполне возможно, что делал он упор на ударную технику в тренировочном процессе. Возможно, решил побороться с Емельяненко в его же игре. Многие ожидали, что не будет вот так в стойке с Емельяненко даже где-то открыто вести поединок Пешта. Мы видим, что здорово он контратакует. Тем временем первый клинч у нас. Красный, внимательно. Ну, если сейчас не будет активных действий, то рефери может и развести бойцов. Разворачивает Пешта Александра в клинче, но тут же снова Емельяненко оказывается лицом к сетке. Активность? За сетку не хватает. Колени Пешта. Начинает сушить ноги соперника. Готовит его к трикдауну. Активность, бойцы? Вот уже рефери призывает к активности. Разрывает клинч Емельяненко. Пешта вдогонку пытался ударить. Джебом работает Виктор. И небольшой наплыв под правым глазом Александра. Вот проваливался сейчас боец из Чехии. И Емельяненко вполне мог поймать. Еще попадание справа. Мне кажется, даже сам Емельяненко на данный момент немного обескуражен. Да, обескуражен. Редактирует он свой план на бой. Не ожидал, я думаю, он такой открытой работы в стойке со своими сетками. А главное, эффективный. Да, пока что Пешта действительно эффективнее в стойке. Не думаю, я что скажу это в этом поединке. Да, многие ожидали, что в стойке у Пешты не будет преимущества. Но пока оно есть. Причем видно, что совершенно комфортно себя чувствует Пешта. Он не нервничает, нет лишних движений. Доля опаски или осторожности, конечно, имеется. Но пока, я думаю, что можно сказать, пока что все здорово для Виктора. А вот Александру, если в первом раунде ничего не поменяется, то, наверное, в углу что-то должны подсказать, подкорректировать. Возможно, увидим вообще обратную картину. Инициатором Партера станет Емельяненко. В прошлом поединке довольно много времени Александр провел на полу, но провел на спине. Гонзага переводил его. Но, правда, потом Габриэль чуть подустал. И в стойке уже Емельяненко реализовал свое преимущество, которое пока что не удается реализовать сейчас. Сейчас ответное, простите, обманное движение проводил Александр Емельяненко и поплатился за это. На выходе опять Пешта слева попадает. Александр все-таки ждет чуть дольше, чем, наверное, нужно. И поэтому дает возможность Пеште подстроиться. И очень мало Александр финтит. Он начинает атаки без подготовки. И Пешта здорово справа попал Александр. Но, судя по всему, очень крепкая челюсть у Виктора Пешты. Выдержал он этот удар. И на этом заканчиваются первые пять минут этого боя. Пешта дважды в карьере проигрывал нокаутом. Было это в UFC. Сначала с Дереком Льюисом, который совсем недавно на этих, на прошлых выходных, вернее, провел невыразительный поединок с Францисом Гануно. Выиграл. Ну и также Марчину Тепури проиграл. Также в рамках UFC. Все это было в 15-м и в 16-м году. А мы пока смотрим повторы. Очень хорошо на встречных движениях плавил Александр Емельяненко и Виктор Пешта. Вот удары получаются больше смазанными, да, здесь, правда, точно в подбородок. Если бы действительно Пешта был точнее в своих ударах, вот как сейчас, большинство ударов были именно точно в подбородок, то еще, кто знает, как бы все обернулось. Ну а здесь Емельяненко уже проводит свою точную атаку. Но, тем не менее, очень четко обозначил свое намерение в первом раунде Виктор Пешта. Не собирается он бояться Александра Емельяненко в стойке. Бояк готов. Второй раунд. Второй раунд. Очень интересен с точки зрения того, как сможет Емельяненко перезагрузиться после того, что было в первом. И первый раунд, в общем-то, Александр проиграл. Да, возможно, сменили сейчас в углу Емельяненко план. Увереннее, что у такого опытного бойца всегда есть план Б, а то и Ц и Б. Здесь, наверное, то, что бросается в глаза, все-таки больше финтов нужно. Так, попытка перевода, и она удачная. Перевод. Первый партер в этом бою мы видим от Виктора Пешты. Вот сейчас Пешта в позиции контроля. Даже ему, может быть, для начала не нужно совершать каких-то очень активных движений. Главное не сделать так, чтобы реферы поднял. Да, то есть достаточный уровень активности соблюдать. Обозначать работу. Но в прошлом поединке, что сделал Емельяненко с Гонзакой, когда во втором раунде он вновь оказался на спине, и понятно было, что обязательно нужно вставать, иначе дальше могут начаться серьезные проблемы. Он минимизировал количество действий, то есть сковал своего соперника настолько, что у рефери уже не было выбора. Он, да, поднял в стойку. Да, и он поднял в стойку. Здесь сейчас Александру нужно пытаться сделать то же самое. Нейтрализовать соперника, и чтобы рефери поднял в стойку. Ну а Виктор Пешта, мы видим, не собирается минимизировать свою активность. Правой рукой он очень уверенно пробивает классическую двойку. Корпус голова. Возможно, решил сделать ставку. Именно на контроль в этой пятиминутке Виктор Пешта. Пока что именно тем же самым, что и с Гонзагой занимается Емельяненко. Он просто вяжет своего соперника по рукам и ногам. Для Пешты ситуация тактически непростая. Почему? Ему нельзя оставлять очень много сил на все эти действия. Потому что в стойке, если он подустанет, то в любом случае... И Емельяненко пробьет защиту. Да. Этот раунд, если не завершится досрочно, то третий раунд в любом случае начнется со стойки. И уставшим в стойке работать против Емельяненко будет очень-очень тяжело. Еще тяжелее будет уставшим подловить также на тейкдаун Александра. Безусловно. Поэтому Пеште сейчас очень-очень выверенно нужно работать. Но Александр, что нужно делать, мы уже пояснили. Да, но и при этом очень внимательно наблюдает за мнением рефери Виктор Пешта. Видимо, чувствовал он, что сейчас поднимут бойцов в стойку. Посмотрим. Посмотрим. Как будет сейчас действовать Виктор. У Александра еще в этом раунде целых две минуты. Мы видим, что настроен. Настроен он очень решительно. Попадает вперед. Попадает Емельяненко. Несколько очень точных и мощных попаданий. Пешта спасается клинчем. Пытается перевести в клинч. Вернее, в партер. Нужно сейчас отходить к Виктору Пеште, восстанавливаться. Нельзя бросаться вперед, сломя голову. Это может кончиться для него нокаутом. Попадание от Емельяненко. Попадает Емельяненко. Почувствовал вкус крови. Вяжет Пешта. Емельяненко не попадается. Несколько точных попаданий от Александра. Судя по всему, уже напевать бросается. Огромная проблема у Пешты. Его ведет. Он пропустил несколько по-настоящему мощных ударов. Я думаю, что все. Да. Случилось то, что мы и предсказывали коллега. Пешта устал. Да. И в стойке уже ничего не смог противопоставить Александру. Может быть, даже на свое несчастье он перевел Александра в партер. Да, возможно. Очень много сил он там потратил. Может быть, и не нужно было уходить из стойки. В первом раунде он выглядел очень уверенно. Ну что ж, второй поединок не без сложностей. Но, опять же, второй поединок, где Емельяненко нашел ответы для своего соперника. От мотива. От мотива. В команде Александра Емельяненко я также вижу Катмана, который в первую очередь зарекомендовал себя в профессиональном боксе. Дмитрий Лучников. Ну и сейчас он... Ну и сейчас он... Ну и сейчас он... В этом победе на третьей минуте 52 секунды второго раунда по его техническим нокаутам обрушал Александр Емельяненко. Ну что ж, дорогие друзья, мы поздравляем Александра Емельяненко с такой яркой и по-настоящему волевой победой в главном событии этого вечера. Уважение его сопернику Виктору Пеште. Он показал нам очень красивый бой в первом раунде. Может, чуть-чуть неправильно он тактически начал действовать в раунде под номером 2. Я думаю, сейчас будет слово победителя. Памятное фото делают бойцы. Что можешь сказать о своем сопернике? Пару славу. Я хочу поблагодарить всех, собравшихся сегодня в зале, всех, кто смотрит на нас, всех любителей боевых. За нами и за вами будущее. Скоро к нашим рядам, к бойцам и к любителям, пригнет еще больше людей. Будьте здоровы, занимайте спортом. Веруйте в бой. Ахматила. Спасибо за победу. Россия вперед! Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, наша трансляция подходит к концу. Хочу сказать спасибо всем, без кого этот вечер бы не состоялся. Это организатор турнира «Русская медная компания», генеральный продюсер и режиссер Федор Муратов, исполнительный продюсер Глеб Бурганов, художник по свету Сергей Москалюк, а также команда продакшена телеклуба. А с вами смотрели RCC 3 и комментировали Александр Комельков и Григорий Стангрид. И также чуть ранее Алексей Уралец и Тимур Салимов. До свидания, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!